Андрей Дикань и Александр Киржаков В матче 37-го тура российской премьер-лиги случился очередной скандал. Нападающий сборной России и питерского «Зенита» Александр Киржаков наносит травму галкиперу московского «Спартака» и сборной Украины Андрею Диканью. После инцидента в голову сразу пришла мысль о возможной дисквалификации форварда сборной России в преддверии Т-Евро. Как в свое время получал нападающий «Спартака» Велитон? Еще тогда КДК выразилось за неумышленное действие в сторону вратаря и получение травмы в 6 матчей дисквалификации. А если бы вина была доказана, то все 7. То есть на деле получается-то, что за 6 туров до конца чемпионата и в преддверии Евро 2012 года Александр Киржаков, основной форвард сборной России, будет лишен права практики выхода на футбольный газон российской премьер-лиги. Или нет? Травма, полученная Андреем Диканем, в этом сезоне для голкиперов уже стала четвертой. Все мы помним разрыв селезенки и удаление почки. И как же забыть о травме основного голкипера сборной России Игоря Кенфеева? Нарубин при угловом Ростова решил сыграть на выходе. После чего в него врезался защитник ростовчан Корнелл Салата. Получает разрыв селезенки. Что же Ростов? Ростов туром ранее играл с Териком, где травму получает голкипер Нейен Радич. Салата был тогда, он видел, что случилось. После чего Радич удаляли почку. Зачем же он лез на нарубина? Зачем он играл в корпус? Отчего же это все? Эти инциденты даже не были рассмотрены. Так как Ростов и Амкар не подали жалоб. Что же случилось в матче ЦСКА Спартак? Нападающий Вилетан врезается в Игоря Кенфеева. После приземления травму получает голкипер сборной России. И вылетает из обоймы на полгода. У Вилетана случались случаи. Уже были травмы с Габуловым. Теперь Акинфеев. Мы уже говорили о том, что он получает травму. А Вилетан 6 матчей дисклификации. Впервые КТК приняло это. После случая с Габуловым он получил условно. Теперь был наказан, казалось бы, по закону. Но, получается, голкипер, Нарубин и Радич не так важны для чемпионата России. Потому что их дела даже не были рассмотрены. А Габулов с Акинфеевым были. К чему бы это? Не нам, конечно, судить, что принимать КТК, что отклонять. Но формулировку, выбранную после повреждения Акинфеева, что за травму голкипера нападающих нужно наказывать. Так нужно отвечать за свои слова. В Европе давно есть такая практика. Если судья не усмотрел нарушение, то в течение нескольких дней выносится наказание. Ну а что же КТК? Когда Киржаков вошел в штрафную площадь, вспомните, господа и дамы, что он сделал. Он владел мячом. Он в этот мяч сыграл. По биомеханике характеристика бега у Киржакова меняется, но на такой скорости влево он резко уйти не может. Умысел, на мой взгляд, у нападающего Зенита отсутствовал совершенно. По биомеханике характеристика бега меняется? Да, конечно, от КДК мы такого не ожидали. Такой формулировки еще не было. Ну а что же есть? Есть травма голкипера. Да, они сборной России, сборной Украины и московского «Спартака». Но почему нет наказания? Было это умышленно или нет? Мог ли Киржаков избежать столкновения или шел намеренно? На этот вопрос знает ответ только он сам. Или, быть может, голкипер Андрей Дикань. А нам остается лишь пожелать здоровья и скорейшего выздоровления. Одному из лучших голкиперов российской премьер-леги... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА